Коррупционным скандалом обернулось строительство колокольни с надвратным храмом на земле, отданной Спасскому женскому монастырю. Напомним, под застройку попадал торговый павильон. С владельцем бизнеса достигли договоренности. Симбирская епархия получила от города якобы ранее принадлежавшие церкви дореволюционные строения, которые и были переданы в замену участка под торговой точкой. Спустя два года неправомерность и неравномерность такого обмена вскрыли в ФСБ. По делу о мошенничестве в особо крупном размере в СИЗО оказался первый замглавы города Михаил Сычев. Вместе с Сычевым пристального внимания органов удостоились Ольга Колесникова и Сергей Кузнецов. Последний при невыясненных обстоятельствах скончался, находясь под домашним арестом. Скандал прогремел в начале лета, в самый разгар подготовки к муниципальным выборам, поэтому то, что Сычев оказался в изоляторе, его однопартийцы расценили как политический заказ. Член Единой России как-то еще в стороне остается. Это он ставил подпись под этими документами. А насколько я понимаю, Михаил Алексеевич Сычев согласовывал в листе согласования. Просьба лично проконтролировать ход расследования, отправленная руководством партии, генпрокурору России Игорю Краснову. Меж тем в Ульяновске начались суды. Первоначально срок заточения бывшего первого вице-мэра продлили до двух месяцев. Апелляция не получила процессуальной поддержки. Новое заседание, новое решение Михаил Сычев пробудет в камере еще как минимум три месяца. Состояние подопечного нормальное. Мне кажется, у него все-таки была надежда, что мера пресечения изменится. Но эта надежда не оправдалась. Пропущенные выборы и подмоченная репутация – далеко не все последствия для главного фигуранта расследования. Если суд признает его вину, Сычеву грозит реальный срок. Другие участники истории, представители епархии и городской власти проходят по делу как свидетели и потерпевшие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова